Доброе утро! С вами утренний канал Накатунь24. Мы готовим вкусный завтрак и вас к хорошему дню. Сегодня завтрак детский. Мы в семейном кафе Крендель. На взлетной 87 и наш супер завтрак мы готовим. С шеф-поваром Анной Ветровой. И у нас сегодня супер гость. В гостях у нас Полина. Полин, доброе утро! Доброе утро! Привет! Моя крошка! У нас сегодня детский завтрак. Это значит, что у нас все самое полезное для ребятишек будет приготовлено. Что мы сегодня готовим, Анечка? Ну-ка, обозначьте нам. Мы сегодня сделаем какао. И кашу, Манна. Как какао? Нравится какао? Что с утра? Что ты ешь с утра? Сейчас подумает ответ. Даст ответ. Ну, а пока давай я тебе дам задание. Открой мне шоколадку и наломай. Хорошо? Тем временем. Задание для тех, кто повзрослее. Аня, что мы делаем? Что мы должны делать в первую очередь? Надо поставить молоко на плиту. Ставим нагреваться. У нас сегодня такое будет необычное какао. Получается? Ну, давай мы ее разломаем. Силы должны быть че-то нищеские. Такая шоколадка у нас. Так, все. Наломаем ее на кусочки. Хорошо? Так. То есть у нас сегодня нет российского какао, но мы будем топить шоколадку. Есть специальный. Аня, расскажи, что за шоколад? Вот чем он будет хорош? И почему есть у нас еще обычная плитка? Обычный, как вариант, если нет специального, который можем растопить молоке, можем подольше его просто там подержать, либо вот это растопится, ну просто мгновенно. Сними пробу. Вкусная вот эта шоколадка? Ну-ка, Полин. Ничего у нас сегодня с утра не ломается, не открывается. Ну-ка съешь штучку отсюда. Скажи, вкусно, не вкусно вообще? Как это на вкус? Ну-ка. Нормально? Вкусно. Вкусно. Рекомендую. Мы ждем, когда молочко закипит? Хорошо. Ну тогда мы еще шоколадку поломаем. Так вот, если у нас нет специального модного шоколада, который быстро тает в молоке, мы просто-напросто берем обычный шоколад, молочный или горький, какой хотите. Можем его либо натереть, чтобы он еще побыстрее распустился, либо такие вот дольки наломать. Прекрасно. По счету мы сейчас еще разложим. Будем в домино играть, в шашки. Пока ждем молоко, мы смотрим бодрые новости, после которых продолжаем готовить. Оставайтесь с нами. Швед по имени Ханс Нильсон встретился с очень редким белым лосем в лесу. Мужчине удалось запечатлеть лесного обитателя на видео, когда тот переходил реку. Животных с таким необычным окрасом называют дух лося. Этот самец подпустил к себе мужчину очень близко. Притом он фактически не реагировал на наблюдателя и не проявлял агрессии. В результате Нильсон разглядывал животное около 20 минут. Трескающийся мост в Китае заставляет туристов сидеть от ужаса. Он расположен на высоте 1180 метров. На нескольких участках конструкции появляются гигантские трещины. Создается впечатление, что мост вот-вот рухнет. Все это сопровождается характерным звуком. Один из таких моментов попал на видео. Гид туристической группы, увидев трещины под ногами, упал на колени и закричал от страха. Как выяснилось позже, трескающееся стекло – это панель со спецэффектами, установленная на нескольких участках для того, чтобы привлечь как можно больше туристов. Посетители зоопарка в Юте стали свидетелями нечеловеческой битвы между обитателями одного из вольеров. В схватке сошлись слоненок и гусь. И при этом ее отнюдь нельзя было назвать неравной. Все началось с того, что слоненок палил соседа из хобота. Хотел то ли прогнать, то ли поиграть, но не тут-то было. Птица оказалась не из робких и тут же бросилась в атаку. В какой-то момент гусь взлетел, приземлился прямо на спину слону и стал щипать его за уши. Но тот его отбросил. Как говорят постоянные посетители, это далеко не первая стычка между соседями. И многие ждут следующих серий этого сериала. Продолжаем. Я напоминаю, у нас сегодня супергость Полина. Полин, не знаю твою фамилию. Терехова. Терехова. Очень приятно. Ты считать умеешь, Полиночка, скажи. Раз. Не умею. Не умеешь? Ну разве? Два. Три. Я не умею, а дальше не умею. Да скольки ты сможешь просчитать? До десяти. Раз. Два. Два. Три. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Одиннадцать. Двенадцать. Четыре. Разы. Четырнадцать. Двенадцать. Четырнадцать. Все посчитали. Восемьсот один. Восемьсот один кусочек у нас сегодня. Так, тем временем мы дожидаемся молочко. У нас сегодня такой детский бодрящий напиток. Потому что он вредное молочко, не хочет оно у нас греться. У нас тут уже и куча. Мы уже и шоколадку считали. А сколько лет тебе, Полин, скажи? Четыре. Четыре. Точно знаешь, что четыре. Когда у тебя день рождения? На Новый год. На Новый год? Да. Прямо 31 декабря? Да. То есть тебе двойные подарки. И новогодние? Да. И на день рождения? Да. И еще который на Рождество потом припрет кто-нибудь? Заяц какой-нибудь, да? Да. Замечательно. То есть тебе пять лет будет в этом году? Тридцать первого, да? Да. Вот такая у нас. На Новый год человек родился. Я бы тоже хотела два подарка за раз. Ну, в смысле, там, в смысле, что двойные. Мечта. Ждем молоко. Ничего не могу поделать. Повлиять на него тоже никак не могу. Смотрим еще одну рубрику и продолжаем готовиться. Давайте с нами. Доброе утро. Меня зовут Алексей Шлягин. Я врач-диетолог. Проголодались? Признайтесь честно. Хочется съесть или выпить чего-нибудь вредного с утра. Например, чашку кофе натощак. Ммм, привет, гастрит. Так вот, о чем я? Мы незаслуженно забываем о продуктах, которые могут принести нам реальную пользу. И выбираем те, которые таят в себе опасность или даже вред. Каждый день я буду приводить как минимум пять причин, по которым вы будете должны съесть тот или иной продукт на завтрак, обед или ужин. Обещаю, будет очень полезно. Сегодня поговорим о грецком орехе. Первая причина, по которой вы должны употреблять почаще этот продукт, это большое количество антиоксидантов. Их в грецком орехе вдвое больше, чем в любых других. Вторая причина, это достаточно высокое содержание витамина Е. Он препятствует избыточным окислительным процессам в нашем организме, а также повреждению ДНК. Тем самым улучшает иммунитет, состояние кожи и репродуктивную функцию нашего организма. И в-третьих, грецкие орехи из всех орехов на самом верху, когда дело доходит до здоровья вашего сердца и сосудов. Ведь они содержат ненасыщенные жирные кислоты, в том числе большое количество омега-3, которые препятствуют избыточному отложению холестерина на стенках сосудов. В-четвертых, грецкие орехи являются источником одного из важнейших питательных веществ для нашего организма – белка. Если вы вегетарианец или хотите увеличить количество белка в вашем рационе, то грецкие орехи станут неплохим решением. И напоследок, грецкий орех содержит йод. Из перегородок этого ореха варят отвар, который используется для лечения заболеваний щитовидной железы. И помните, что грецкий орех – продукт калорийный, поэтому употребляйте его в умеренных количествах. Питайтесь правильно и будьте здоровы! И вновь доброго утра! С вами утренний канал «Накатунь-24». У нас семейные завтраки. Мы сегодня в семейном кафе «Криндель» с супергостем. Доброго утра! У нас сегодня такой помощник толкает. Мне тоже говорит, что ты меня толкаешь, да? Нечего толкаться. У нас сегодня напиток бодрящий шоколадный для детей и манная каша. Вот там молочко уже вот-вот-вот подошло. Все секреты на сегодня от шефа Анны Ветровой. Сейчас мы это все дело забросим и будем топить. Так, ну здесь у нас на Новый год день рождения. Аня, у тебя когда днюха, раз уж на то пошло, сейчас соберемся. Сегодня рождение. В ноябре. В ноябре. Да ты вредина! Да. У меня и летом. У меня лет как такой тоже. Ну, уже прошло. Что? Что сделаем? Можем какую-нибудь рожу выложить. Давай. Какую-нибудь рожу. Глаза у нас будут. Ну, что нам заняться? Будем... Нельзя, конечно, играть с едой, но мы немножечко. Давай вот так, видишь, улыбается. Да? Вот так, пока нам тут варят нам напиток. Смотри. Вот это у нас будет улыбка. Да? Это брови. Вот так. Такое у нас сегодня. Утро позитивное. Было бы чем занять детей, лишь бы они с утра ели все, что ты им предлагаешь. Ты так и не сказал, чем тебя мама утром кормит. Ничем. Ничем? Да. Ты голодная? Нет. Нет? А что ты уже успела съесть? Ну-ка. Ничего. Ничего. Но ничего оказалось настолько сытным, что есть не хочется. А вообще, что ты любишь? Все. Все. Курицу любишь? Люблю. Куриные ножки? Нет. Нет? Или да? А пиццу какую-нибудь? О! Замечательно. А пиццу любишь? Да. Весело нам. А какую-нибудь манную кашу? Нет? Да? Нет. Да. Мы вроде бы и не любим, но в то же время едим ее. Будем сегодня, кстати, ее готовить. Как там чувствует себя наш напиток? Отлично. Все. Отрубаем? Малочку. Давайте зальем. Оно у нас сейчас немножечко подостынет. Мы нашему гостю что там? Хаос один. Надо его что-то еще будет выложить. Остудим наш напиток, отдадим на дегустацию. Но пока посмотрим еще одну рубрику. Оставайтесь с нами. По данным Всемирной организации здравоохранения, до 85% населения земного шара страдает различными формами заболеваний суставов. Чаще всего поражаются коленные, забедренные и межфаланговые сочленения. Без качественной профилактики и системного лечения недуг прогрессирует и может привести к частичной или полной потере подвижности сустава. Татьяну вот уже несколько лет мучают ноющие боли в области колена. Травмы, полученные в молодости, обострились и мешают женщине и сегодня вести привычный образ жизни. В молодости я очень много занималась спортом, вела активный образ жизни. Ну вот, к сожалению, с возрастом все это дает о себе знать. Вот обезболивающие кремы, мази помогают мало. Вот пришла к вам за советом. Боль вызвана, может быть, как возрастными изменениями в самом суставе, потому что с возрастом, к сожалению, меняется ткань, меняется хрящ. Но это не значит, что нельзя жить без боли и очень обидно, что не всегда рассматривают вариант физиотерапии. Одним из современных методов физиотерапевтической помощи нашим суставам являются аппараты динамической электронейростимуляции. Эти аппараты максимально адаптированы для того, чтобы сам человек их мог применять в домашних условиях. Метод основан на слабом импульсном воздействии тока на источник боли. Импульсы подаются через встроенный или выносной электрод аппарата. Достаточно закрепить его на суставе и выбрать одну из автоматизированных программ лечения. В аппарате есть специально автоматизированные программы для лечения боли в суставах. И это именно лечение, потому что уменьшив или даже купировав боль, сустав становится более подвижным. Раз сустав двигается, значит кровоснабжается. Кровоснабжается, питается хрящ. И очень во многих случаях как альтернатива медикаментозному обезболиванию суставов. Физиотерапевтические методы не вызывают привыкания и практически не имеют противопоказаний. Потому могут применяться людьми разного возраста для лечения самого широкого спектра заболеваний. Аппарат ДЕНОС ПКМ – ваш помощник при болях в суставах. Двигайтесь свободно. Заказывайте ДЕНОС ПКМ на сайте denos.faberleek.com Продолжаем. Мы должны... Куда, что, куда мы пошли? У нас тут какой-то побег. Что там под столом? Нет, все, вернулись. Замечательно. Сверху набацаем взбитых сливок. Ты взбитые сливки любишь? Да. Все. По первому желанию гости. Сейчас прям так с горкой. Какие тебе посыпки? Будешь посыпками сверху посыпать конфетти? Да? Сейчас мы тебе отдадим. Давай, сыпь. Вот все, что нравится, какие хочешь. Тебе и добавляй. Для тебя же напиток варили. Ну-то так уже потом из сотейника допьем, что осталось. Так. Давай, побольше сыпь. Ну ты что? Что прям так ярко было? Какая-то у нас сегодня яркая. Да? Добавляй. Давай, еще шоколадных. Так вот сверху набабахаем. Ага. Можно шоколадку. Я-то ее ломала, что-нибудь. Сегодня воткнуть вот так. Смотри. Да? Сыпь еще. Ну что прям так вот. Да, добавляй. Все, добавили. Вот вместе давай вот с этой. Что пробовать-то с желтенькой? Да? Пусть остынет немножечко. Хорошо, чтобы не обжечься. Ага. Досыпай. Конфетти. Что мы сделаем? Мы сейчас поменяем местами сотейники. Смотрим официальные новости телеканала Катунь24, после которых будем варить детскую манную кашу. Оставайтесь с нами. Доброе утро. С вами утренний канал Накатунь24. Мы готовим вкусный завтрак и вас к хорошему дню. Сегодня завтрак детский. Мы в семейном кафе Крендель. Снимаем пробу, кстати. Ну-ка, скажи нам, как тебе напиток? Вкусный? Только честно. Да? Ну, можешь пить еще, если хочется тебе. У нас здесь молочко и шоколад. Больше ничего. Получилось сладенько. Аня, что мы делаем дальше? Мы делаем манную кашу. Да, манная каша у нас. Ммм, как сытно будет, да. Заливай молоко. Будем его греть. Будем варить манку. Смотри, вот пей вот это и отрывай от вот этого хвостики. Умеешь хвосты отрывать? Ну-ка, давай, чик. Получится, я верю в тебя. Ну-ка, ну не может же быть, чтобы так тяжело. Отрываются. Рви их все. Да, молодец. Капельки. Ну сладкие капельки же. Ну-ка, получится. Получится. Давай. Есть. Чтобы прям детки были сильные, с утра рекомендуем делать утреннюю зарядку. Зарядку дома делаешь? Нет. Нет? Вот и правильно. Спать долго любишь? Нет. Нет. Во сколько ты просыпаешься? Ни во сколько. Ни во сколько? Ты спать под ней ложишься? Нет. Нет? Спать во сколько ты ложишься? Давай соберем вот это все обратно. Безобразие. Хвостики оставим в сторонке. А вон ту нам сейчас Аня достанет. Все. У тебя все получилось. Надеюсь, что ты спать ложишься часов в день. А какие-нибудь мультфильмы ты перед сном смотришь? Нет? Да. Фильмы смотришь? Или политические программы, может быть? Нет. Ничего нам сегодня не рассказывать. Знаете что? Приходи. А в гости меня позовешь? Может быть, ты в гостях расскажешь мне что-нибудь интересного? В гости к тебе прийти можно? Как ты вот к гостям относишься? Не знаю, ну ты расскажешь. Или ко мне в гости, может быть, ты придешь? Ко мне в гости на какао. Ну, если я тебя приглашу, я скажу адрес. Ты приедешь? У меня игрушки есть много. Пожаришься. Ой, ну пожалуйста, что, пожалуйста? Ну ладно, все, не мучаю тебя. Тем временем, а что у нас там? У нас опять долго нагревается молоко. Аня, что нужно сделать, чтобы молоко быстрее разогреть? Есть вообще какой-нибудь лайфхак? Или просто вот угрюмо ждем? Угрюмо ждем. Что надо делать? Что надо сделать? Поколдовать. Ну-ка, знаешь, какое-нибудь заклинание для молока? Бум! Грейся, быстрее. Не знаю. Не знаешь. Эх. Будем смотреть Гарри Поттеры. Обучаться. Ну а пока смотрим еще одну рубрику. Вставайте с нами. Хочется добавить ярких красок в интерьер комнаты? Тогда давайте вместе сделаем летний декор в морском стиле. А лета нам их, правда, очень не хватает. Простую деревянную рамку можно с легкостью превратить в яркий холдер. В качестве основного материала будем использовать крупную гальку. Еще нам понадобятся медные крючки. Морская тематика определяет цветовую гамму. Будем использовать голубой, белый и желтые цвета акриловой краски. Раскрашиваем верхнюю часть панно вместе с рамкой. Используем небесные цвета. Белила с добавлением голубого. Более плотный синевой обозначим море. Добавим гребешки волн белым цветом. В правом углу будет солнце. Гальку превратим в рыбок. Выбираем яркие цвета. Мы раскрасили несколько камешков в желтый и разные оттенки синего. Раскладываем их на картине, создавая композицию. Крепить можно двусторонним строительным скотчем. Он подходит для плоских камешков. Термоклей или универсальный клей также подойдут. Чтобы завершить превращение гальки в рыбок, добавим детали. Нарисуем хвосты и плавники. Тонкой кистью прорисовываем голову, глаза и рот. Далее немножко оживим небосвод. Изобразим летящих птиц. Добавим крючки невидимого рыбака, который решил половить рыбку. Зафиксируем на обратной стороне скотчем. Забавное панно с рыбками замечательно украсит интерьер. Его можно использовать как яркий декоративный элемент и как функциональный холдер для бижутерии. Ну-ка, продолжаем. Ну-ка, кто готов? Никто. Никто не готов. Но мы продолжаем готовить наш вкусный завтрак. Ты сказала, у тебя есть сестра, пока мы смотрели рубрику. Как сестру зовут? Ализа. Лиза. Лиза любит Гарри Поттера, как выяснилось. Алиса. 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 Ну, дурак, вообще, вот голова дурак. Алиса. Да. Она здесь, мы и покричим. Давай, добрая. Ариша. Да. Ариша, доброе утро. Давай помашем. Доброго утра, Ариша, не скучай. Вон туда давай помашем. Вон она на нас смотрит. Где она? Ну вот, прямо в камере. Да где я? Вон она улыбается. Где? Эх, ладно. Очках, что ли? Ну, наверное. Очках, что ли? Ну, да. Такая большая. Такая большая. Взрослая. Ветра. Засыпаем банку. Да. Тем временем наша банка. А кто ведет меня в садик? Кто тебя ведет в садик? Она. Маме доброго утра. Она у нас за кадром. Ну, моя мама. Привет. Да. Я знаю, ты стих учила специально про осень? Нет. Да. Нет. Учила. Нет. Ну-ка, расскажи нам стишок. Нет. Что за стих? Как он начинается? Я, 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 я. Ну-ка, давай. Ну, готовилась же, знаю. Я забыла его. Забыла? Повспоминаешь пока? Подождем еще, да? Пока готовим. Ну, хорошо, вспоминай. Вспоминай стишок. Давай задание тебе какое-нибудь еще дать? Давай. Вот в эти две чашки, пиалочки, вот из большой, вот здесь есть ложечка, аккуратно нужно переложить варенье. Давай, перекладывай. Варенье будем к нашим, к нашей каше подавать. Получается? Ну-ка, и вот сюда. Все замечательно. Можно уже побольше брать, чтобы побольше. Да. Отправляйся. Как ты думаешь, какое это варенье? Давай попробуем. Апельсиновое. Ну-ка, попробуем. Похоже на апельсиновое? Прям на язычок. Не люблю варенье. Вообще не любишь варенье? Да. А сгущенку? Нет. Даже не знаю, что. А что еще вместе с топпингом? А карамель какую-нибудь? А шоколадную? А шоколадную пасту, которую на хлеб намазывают. Любишь? Да. Вот. С шоколадом прям дружба. Не разлей вода. Тем временем, кстати, мы уже... Уже все на свете, да? И сахар, и соль. Хорошо. Ну, в общем, мама, если вы не знаете, как варить манку, сегодня мы вам не расскажем о том, какие должны быть секреты. Ну, молочко, сама крупа, и соль, сахар, и непрерывно перемешиваем, чтобы у нас ничего не подгорело. Тем временем, наше варенье отправляется в пиалки. Мы смотрим еще одну рубрику, после которых... Чш! Мы продолжим готовить. Оставайтесь, снаем. Признайтесь честно. Как-то не хочется мудрить сегодня утром снарядом. Хочется надеть первое попавшееся платье и побежать вон из дома. Какое платье сейчас в моде? Если честно, то из каждого конца модных журналов звучит «Наряжайся, как в 80-х!» Больше кислотных цветов! Но сегодня мы говорим «нет красочной мазонения» и говорим «да» серомушиному цвету, простому крою и приятной к телу ткани. А вот сумку, как у мамы, можно добавить. Ярко-красный цвет, длинный широкий ремень – то, что нужно. И мы напоминаем, что сегодня за окном минус. Минус еще один день от лета, так что утепляемся по полной. Мы следуем сегодняшнему настроению и примеряем обычный, но такой любимый черный пуховик. Он-то точно подойдет ко всему и согреет в любой мороз. И вновь доброго утра, с вами утренний канал «Накатунь-24». Мы готовим вкусный завтрак и вас к хорошему дню. Сегодня завтрак детский, у нас супергость Полина. Полина, это вновь доброго утра. И шеф-повар кафе «Крендель» Анна Ветрова. У нас все готово, кашу перекладываем. Наш напиток такой бодрящий, детский, шоколадный. Готов. У нас заверят, что это очень вкусно. Варенье, чашки, пиалки мы переложим. Ну как тебе такая каша? Аппетитно выглядит? Да. Да? Ты бы такую съела? Нет. Выглядит аппетитно, но… Украшать будем кашу. Давай, вот эту держи. Вот эту держи. Добавляй что-нибудь. На твой вкус. Давай красивую кашку сделаем. А как же мы ее сделаем еще? Знаешь, как красиво. Добавим туда немножко сливочного масла. Как же без него? Пусть она как-то наставит. А ты добавляй вот все, что тебе нравится. Ох, стих так и не вспомнила. А, Полиночка? Да. Вспомнила стих? Нет. Говорит, Полиночка, да. Вспомнила стих? Нет. Ну, хорошо. Думаю, в следующий раз, когда мы приедем сюда к вам гостям, петешок тут для нас обязательно вспомнишь. Ну или подучишь, если он плохо выучен. Ну что, Аня, у нас еще один суперзавтрак готов. Сейчас мы его доукрашаем и думаю, а сможем все дегустировать. У нас осталось какао как раз для тебя, для меня. Как раз остывает для нашего гостя. Манная каша, там еще полкастрюли. Вот как раз нам всем сейчас сытно позавтракать. Совет родителям. Если есть возможность утром готовить вместе с своими детьми, чтобы потом они это все еще и съели, потому что в их же творение это было в конце концов, то это будет самый лучший исход, начало бодрого и хорошего дня. Ну а на сегодня все. Всем желаем отличного дня, замечательного аппетита. До завтра! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...